Добрый день, читатели сайта КП в Украине! Сегодня у нас в гостях в Вирусолах заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций доктор медицинских наук Алла Петровна Мироненко. Сегодня будем говорить о том, как же уберечь себя от гриппа и как лечить правильно ОРВИ и ОРЗ. Здравствуйте! Добрый день! Собственно, первый вопрос. Расскажите, какие штаммы гриппа ожидаются в этом сезоне и когда можно ожидать рост заболевания. Хотя вот примерно, поскольку... Мы ждем, что в этом году превалирующим или доминирующим возбудителем будет вирус гриппа H3N2, а Гонконг, который появился и выделен в Гонконге в 2014 году, он будет доминировать. Но, кроме того, есть еще вирус гриппа B в викторианской линии, который похож на... ну, подобный Бобризбану, и он произошел и выделен в 2008 году, но у нас в стране не циркулировал, начиная с 2011 года. То есть все дети, которые родились после 2011 года, они, ну, вот в той группе риска, то есть они не сталкивались, они могут заболеть. Вирус Калифорния, который в прошлом году превалировал, доминировал абсолютно, то есть 96% заболеваний гриппом было связано и ассоциировано именно с вирусом H1N1 Калифорния. Мы в этом году его не ждем, поскольку думаем, что он себя исчерпал. Он, конечно, может вызывать у отдельных людей заболевания, но это не будет массово. То есть в Гонконге у нас тоже не циркулировал? В прошлом году... Он уделился, и его был, ну, уровень циркуляции минимальный, скажем так. У отдельных людей, да, мы уделяли, да, были заболевания, вызванные вирусом H3N2, но мы считаем, что он полностью себя не успел еще реализовать. И вот ждем этой зимой, то есть циркуляция вируса может начаться в декабре, и рост заболеваемости будет в декабре, но пика своего заболеваемости, которая может дойти до эпидпорога, уже достигнет в конце января, в начале февраля. Ну, такой наш прогноз. Ну, известно, что прогнозы делать – это неблагодарное дело. Вопрос следующий у нас от Ирины. Скажите, появилась ли уже вакцина от гриппа в клиниках, где лучше прививаться – в частной клинике или поликлинике, и на что стоит обратить внимание при вакцинации? Ну, поскольку уже 2 или 3 года изменили законодательство в таком ракурсе для регистрации вакцин, что процедура контроля занимает длительное достаточно время, и нам обещают, и в министерстве обещают, что уже в конце октября, то есть сейчас, собственно, и есть конец октября, но самый конец – это понедельник, что уже вакцины, наконец, закончатся вот эти контрольные испытания, по крайней мере, вакцины одной, и уже она появится в аптеках, где прививаться особой роли не играет. Если человек здоров, если у него нет никаких там побочных, сопутствующих заболеваний, которые могли бы быть причиной отклонения или запрета вакцинации, на самом деле таких заболеваний, кроме аллергии на куренный белок, в общем-то и нет. Ну, плюс острое состояние, когда у человека температура, туда, конечно, не нужно и нельзя прививать. Все остальные, например, люди с хроническими болезнями, люди пожилые, у которых часто бывают хронические болезни либо сердца, либо легких, либо, скажем, сахарный диабет, то вот они, наоборот, относятся к группе риска, которая подлежит вакцинации для того, чтобы избежать осложнений в случае заболевания гриппом, ну, и неблагоприятного исхода, тоже в случае осложнений и заболевания гриппом. А детям с какого возраста можно прививаться от гриппа? Ну, на самом деле, вакцинация разрешена с 6-месячного возраста. Но, как правило, в жизни это реализуется, ну, по крайней мере, в нашей стране так, что вакцинировать мы советуем детей, которые идут в детское дошкольное учреждение. То есть это, получается, массированная встреча с большим количеством возбудителей, и для ребенка это может быть первая встреча с вирусом гриппа именно в детском дошкольном учреждении. И в таком случае нужно защитить ребенка, поскольку первая встреча с вирусом гриппа у маленьких детей, как правило, заканчивается пневмонией. Ну, а это уже даже в домашних условиях, как правило, и не лечится. Если, например, у человека перед тем, как он решил сделать прививку от гриппа, красная, немножко болит горло, да, температура 37,2, кашель какой-то, это является противопоказанием? Либо все же до какого-то этапа можно прививаться? На Западе это не считается. А наши доктора, наверное, скажут, что температура – это плохо. Если какие-то местные респираторные явления в виде насморка и нет температуры и общее состояние не нарушены, то это не является запретом для проведения вакцинации. Как должна храниться вакцина? А на что стоит обратить внимание? Пришел человек в поликлинику, да? Возможно, сроки хранения, условия хранения. На что стоит обратить внимание? Ну, на самом деле, все вакцины должны храниться при температуре рефрижератора, то есть при температуре обычного холодильника. Замораживать вакцины нельзя, потому что вакцина теряет свою активность. Но при комнатной температуре вакцины тоже могут находиться какое-то время. Даже производители делали такие испытания, и до недели она не теряет своих свойств при комнатной температуре. Но считается, что таких экспериментов в жизни делать не надо. И действительно, если человек привился, то есть купил вакцину в аптеке в поликлинике, пришел и сделал себе инъекцию, то есть ему сделали ничего такого. Можно ее и взять, допустим, лишь бы она не нагревалась и не замерзала, и довезти до другого места, до другой поликлиники, ничего такого. То есть это достаточно стабильные вакцины, потому что вакцина, во-первых, инактивирована, то есть не содержит живого вируса. Вот там, где есть живые вирусы в вакцине, там кривая вакцина живая, там действительно это очень важно, чтобы она нигде не нагрелась до комнатной температуры. То есть все это делается очень быстро. То есть полностью соблюсти холодовую цепь это называется. Вакцина против гриппа, она, во-первых, из убитого вируса, во-вторых, еще не просто из убитого, а либо из расщепленного, либо отдельные фрагменты, поверхностные антигены, поверхностные субъединицы, содержат какие-то определенные фрагменты, которые именно и нужны для выработки антител. Ну, то есть вакцина сама по себе очень стабильна. Известна ли примерная стоимость вакцины? Хотя бы приблизительно. Интересно, пока непонятно, но я думаю в районе 150 гривен, наверное, я так думаю. Ну, так по аналогии с прошлым годом. Вопрос у нас от Ольги далее. Есть ли разница между вакцинами для взрослых и детей, или без разницы, кого, какой вакциной прививать? Ну, когда выбор в стране, вакцина есть одна из одной, например, то эта вакцина разрешена для детей, начиная с 6-месячного возраста. Да, то прививают и детей и взрослых одной вакцины. Другое дело, что если ребенок это до 3 лет, и он никогда не болел гриппом, и впервые прививается против гриппа, то такого ребенка прививают двукратно. То есть полдозы в один прием, и потом через 4 недели еще полдозы. И это считается, что ребенок полностью привит. У взрослого это одна инъекция. И для образования антител, для взрослого это нужно 10 дней минимум, ну, 2 недели. 2 недели уже есть защитные антитела у взрослых. Николай спрашивает, есть ли какие-то социальные программы, которые позволяют бесплатно привиться от гриппа, незащищенным своим населением? Ну, это каждая, у нас же теперь децентрализация, и каждая местная власть имеет какой-то бюджет, у одних больше, у других меньше. И если есть понимание руководства и есть бюджет, то социально незащищенных могут привить и бесплатно. Раньше, ну, по крайней мере, у нас в Киеве, не только в Киеве, прививали детей, которые находятся в детских домах, в интернатах, или людей пожилого возраста, которые находятся в домах престарелых. Но там это прививали неспроста, бесплатно, за бюджетные деньги, а потому что это действительно большая проблема. Если вот заносится вирус в это закрытое учреждение, там, где люди находятся, или дети, или взрослые находятся круглые сутки, изо дня в день, и когда все болеют, или там 80% заболело, все лежат, надо кому-то ухаживать, то есть это уже, ну, создает проблемы для самого учреждения. Вот для предупреждения вот таких проблем, в общем-то, и тратились бюджетные деньги в былые времена. Сейчас это зависит от местного бюджета. Есть деньги, есть понимание, что это нужно, есть люди, которые добиваются, чтобы это было. То есть можно узнать, в поликлинике, например, да, у себя, есть ли какой-то бюджет, количество бесплатных прививок? Ну, в поликлинике, я думаю, что на уровне поликлиники вряд ли что-то такое есть. Это вот на уровне местных отделов здравоохранения, там они могут знать, сколько у них, скажем, людей в домах престарелых, или сколько детей в школе-интернате. И они примерно знают, хотя бы для этого контингента, сколько нужно доз вакцины. Юля пишет нам далее. По каким симптомам можно определить, болен человек гриппом или ОРВИ? Насколько я поняла, по эпидемии прошлого года важно было принимать лекарства от гриппа первые двое суток, потом появлялись серьезные осложнения, которые приводили к смерти больного. Как не упустить важное время? Ну, во-первых, к счастью, не все заболевшие умирают. Да, действительно, грипп пандемический H1N1, он именно у молодых почему-то протекает часто, бывает очень тяжело. Причем это вот понять, что заболевание течет и будет протекать тяжело, это буквально с первых часов заболевания можно было понять. Потому что любой грипп начинается так, как это его отличает от начала ОРЗ. Потому что при гриппе сразу на первое место выступают симптомы интоксикации, то есть головная боль, резкий подъем температуры, боль за грудиной может быть часто достаточно, боль в мышцах, боль в суставах, то, чего нет при других респираторных инфекциях. При других респираторных инфекциях, как правило, заболевание начинается с респираторных симптомов смесных. То есть на астмы разложены с носа, боль в горле, какой-то сухой кашель, а подъем температуры может быть до небольших цифр, а может и не быть вообще. То есть потом там могут быть, если это ребенок, у него аденовирусная инфекция, у него потом бактериальные осложнения могут возникнуть, но это уже там четвертый, пятый день, то есть там уже может пойти подъем температуры. Ну, у детей, в принципе, там разное может быть течение, очень многое зависит от возраста. Вот. Но грипп отличается резким началом с резким подъемом температуры, с головной болью, а другие респираторные, как правило, этого не имеют. Если человек определил по этим симптомам, что у него все же грипп, с чего нужно начинать лечение, что делать, куда бежать, какие лекарства принимать? Лучше бы все-таки обратиться к врачу, потому что врач, ну и человек тоже сам должен понимать, относится он к группе риска или нет. Потому что если он относится к группе риска, то вот тут вот самолечением лучше не экспериментировать. Кроме того, если это пожилой человек, и у него высокая температура, это тоже опасные очень симптомы, потому что может развиться пневмония. Вот в таких случаях лучше всего быть привитым и спать спокойно. Ну и вызывать доктора при первых симптомах. Да, конечно. Вопрос у нас от Александра Далия. Как правильно лечить ОРВИ и ОРЗ? Знаю, что многие чуть что начинают пить антибиотики, но они же вроде как не помогают при вирусах. А что помогает? Есть ли какие-то эффективные средства, может из народной медицины посоветуете? Ну на самом деле противовирусных препаратов у нас крайне маленькое количество, причем разработаны именно препараты против вируса гриппа. Это так называемые современные препараты, это ингибиторы нейроминидазы, к которым относятся известные всем там и флю или зономивир, это те, которые у нас в стране зарегистрированы. Остальные, то есть есть еще другие ингибиторы нейроминидазы, там перомивир, анонимивир и другие еще даже без названия, но они у нас не зарегистрированы или не зарегистрированы, часть из них не зарегистрированы еще пока нигде, потому что проходят клинические испытания, но вот эти препараты относятся к ингибиторам нейрогнидаза. Другие препараты, которые позиционируются как противовирусные, зачастую на самом деле являются либо стимуляторами эндогенного интерферона, либо еще какими-нибудь адаптогенами, то есть противовирусное прямое действие для них фактически не доказано. Да, действительно, антибиотики на вирусы точно не действуют, но антибиотики используются в случае, если есть бактериальное осложнение после вирусной инфекции, тогда должен хотя бы врач это назначить, потому что мир идет к тому, что бесконтрольное употребление антибиотиков приведет к тому, что через 20 лет уже просто никакие самые новые антибиотики не будут работать. Уже сейчас есть такие факты, называется появление так называемых супербактерий, на которые никакие антибиотики не действуют, и люди, у которых обнаружена эта супербактерия, неизлечимы и погибают, к сожалению. То есть какая-то альтернатива антибиотикам все равно мир придет к тому, что должна быть. На самом деле, почему у нас еще такие проблемы? Мы отвлекаемся по поводу антибиотиков, потому что у нас антибиотики одни и те же используются и для промышленного выращивания, скажем, скота, который идет на мясо, или птицы, которая идет тоже на мясо, и они попадают к человеку. И получается, микробы, которые так или иначе условно патогенные или сопрофитные микроорганизмы, бактерии, которые присутствуют в организме, у человека, когда к ним попадает этот антибиотик, то эти маленькие дозы, которые попадают с продуктами, они приводят к развитию устойчивости этих микроорганизмов, этим антибиотикам. Вот, например, в таких странах, как Голландия, у них для ветеринарии, для животных используются строго одни антибиотики, а для людей строго другие. Причем нельзя прийти, как у нас, купить антибиотик, какой тебе нравится. Там это только все под контролем врачебного назначения, рецепта, никто вам так не продаст. Но вот мы до этого не дошли, но ситуация в мире обязывает до идти до этого тоже. Никогда не задумывалась, что с продуктами мы употребляем антибиотики? Да, да, конечно, вот та же наша ряба, там, допустим, они за две недели до того, как они убивают скот, они прекращают, ну, скот, то есть птицу, да, они прекращают использовать антибиотики, но все равно за две недели что-то выводится, а что-то, может быть, и не выводится. Да, мы это не едим сырое, мы это там варим, но на самом деле это все очень взаимосвязанно, и придется все равно это решать, просто решать в стране, в которой каждый делает сам, что хочет, и все эти регламенты не полностью соблюдаются, это сложно, но все равно мы к этому будем вынуждены прийти, тем более у нас перед нами стоит европейский путь, мы его выбрали, там стандарты, надо все это соблюдать. Что касается народных методов лечения ОРВИ, ОРЗ, как вы к ним относитесь, и какие из них могут быть эффективны? Ну, на самом деле хороши народные методы, это, в общем-то, симптоматическое лечение называется, не специфическое, направленное против вируса, а лечение, которое направлено на уменьшение симптомов, и направлено на то, чтобы помочь самому организму, иммунной системе организма справиться с вирусом, потому что на самом деле, если иммунная система работает адекватно, то без никакого специфического лечения противовирусного, без этого можно обойтись в превалирующем в большинстве случаев. Конечно, если там скомпрометировано, там у человека декомпенсация, он пожилой, там уже без лечения такого специального не обойдется. А так ОРВИ сами пройдут, если полежать дома, пить обильное питье, витаминизированное, там с лимоном, с клюквой, с калиной, с медом, вот это все, и полежать дома. Иммунная система сделает свое дело. А чеснок, лук? Ну это тоже хорошо, там фитонциды, но такого прямого противовирусного действия, ну, не знаю, не доказано. Ну при ОРЗ, наверное, помогает, да, это же не вирусное ОРЗ, острореспираторное заболевание. Острореспираторное заболевание, как правило, вызывается вирусами. А, это все одно и то же, да. В ОРЗ это просто острореспираторное заболевание или острореспираторное вирусное заболевание. Ну клиницист, то есть, ну доктор, который сидит на приеме или пришел домой, он точно не может определить, глядя на больного, это таки вирус или может это не вирус. Вы упомянули, что в прошлом году для лечения гриппа у нас использовали там и флю, да, и релензу. В этом году для штаммов гриппа, которые будут циркулировать, какие лекарства? Это подходит. Это тоже подходит, да? Да, это подходит, потому что эти препараты действуют и на вирус гриппа А, и на вирус гриппа Б. Мы знаем, как бороться уже с этими штаммами, которые будут в этом году. Ну если человек заболел, да, для тяжелых случаев, вот если тяжелое течение, то в клинике, ну не знаю, как клиники обеспечены, ну может инфекционные отделения, наверное, должны бы быть обеспечены вот этими противовирусными препаратами. Потому что в прошлом году, к сожалению, тяжелых случаев было, ну в два раза, наверное, больше, чем в обычную эпидемию. Потому что, ну в тяжелое течение, люди попадали в больницы, а там, ну у кого-то был этот томифлю, у кого-то и не было томифлю. Но тут, конечно, очень важно, вот первые двое суток это наиболее эффективно. Ну можно и позже, но там уже эффективность теряется. А уже совсем позже, уже эффективности вряд ли, ну на высокую эффективность вряд ли можно рассчитывать. Я, насколько помню, очень много осложнений было у людей, 30-40 лет, а мы в основном, ну заболел, все равно ходишь на работу. Все-таки надо как-то более здраво относиться к этому. При гриппе ходить на работу, даже если молодой, это там может быть ортостатический коллапс. Ну то есть человек, скажем, лежал или сидел даже. Потом он встал, все, сосуды, получается, слегка парализованы токсинами, и кровь от головы отлила, он может упасть в обморок. То есть, ну можно же и в транспорте упасть в обморок, ну кому же это надо, и зачем. А потом других заражать. А более тщательно засыпаем здоровью. Ну лучше посидеть дома 3-4 дня, и если уже там все, процесс пошел на выздоровление, то слава богу. Если нужно дольше, то дольше, ну понимаете, потому что осложнения, ну бывают именно вот, ну очень неприятные. То есть это пневмония. А еще если присоединяется бактериальная инфекция, то по-любому нужны антибиотики. Ну в общем с этим не шутят. Я уж не говорю о эпидемиологической стороне вопроса, когда человек приходит, всех заражает, хоть гриппом, хоть ОРЗ, но надо иметь уважение к окружающим. Вопрос у нас еще касательно вакцины от кости. Может ли вакцина от гриппа спровоцировать обострение таких хронических заболеваний, как синусит, бронхит, тензелит? Не может. Потому что вакцина содержит фрагменты, делают ее парентерально, то есть там подкожно или там внутримышечно, ну подкожно скажем. Она, вот эти фрагменты попадают в лимфоузел, там они уже и дальше запускают работу иммунной системы. Скажем, к бронхам или к пазухам гаймеровым, синусам, да, не имеют это никакого отношения. То есть можно не боясь идти и вакцинироваться. Да, это, ну, вакцины одни из самых безопасных, вот эти противогриппозные, именно инактивированные. Ну живые тоже в мире есть, но они у нас не зарегистрированы, а в былые годы их использовали, но они были плохо очищены и давали реакции. Сейчас их не используют у нас, по крайней мере. Андрей пишет нам далее. Все лето ел мед, чеснок, пытался укрепить иммунитет, но осенью все равно заболел. Выходит, все эти советы по правильному питанию не помогают спастись от заразы. Можно ли как-то, допустим, опять же, теми народными способами укрепить иммунитет, сделать его более сильным? Или он какой-либо есть, либо его нет? Ну, скажем так, иммунная система очень древняя, многокомпонентная, и человек рождается уже с заданными свойствами иммунной системы. Да, могут быть, то есть бывают даже врожденные иммунодефициты, это бывает редко, но такое тоже бывает. Бывают иммунодефициты вторичные. Я не говорю о состояниях, там, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, это уже, ну, инфекция. А вторичные иммунодефициты могут развиваться за счет какого-то воспалительного процесса хронического. Вот где-то есть хронический воспалительный процесс, и получается, иммунная система напрягается, полностью справиться не может. То есть я к тому, что иммунная система у каждого разная. Вот то, что досталось по наследству, то есть. Главное, его не испортить в течение жизни, там, своим отношением небрежным. Недолеченные болезни, вот это очень может вызвать даже у детей, да и у взрослых вторичный иммунодефицит. Укрепить иммунную систему, да, конечно, есть адаптогены, там, витамины, полноценное питание, все это хорошо и прекрасно. Но это не дает специфических защитных антител, ну, что дает вакцинация против гриппа. Потому что болеют молодые здоровые спортсмены, атлетического телосложения тоже болеют с хорошей иммунной системой, потому что человек восприимчив. Елена задает вопрос. От гриппа порекомендовали ремантадин. Но в интернете прочитала, что около 100% современных штаммов вируса устойчивы к его действиям. И, к примеру, США его с 2011 года не назначают. Зачем мы производим и продаем лекарства, которые не помогают? Ну, скажем так, ремантадин Украина никогда не производила, надо сказать. Она завозила его, потому что производился ремантадин, ну, вот на территории бывшего Советского Союза, в Балтике, в Литве. Нет, в Латвии. Это пункт номер один. Пункт второй. Уже, ну, точно лет 10 вирусы, которые сейчас циркулируют, они приобрели устойчивость к ремантадину. Во-первых, ремантадин и раньше на вирус гриппа Б не действовал. Его использовали только в случае эпидемии, вызванной вирусом гриппа А. Но в матриксном белке вируса произошли, случились 5 мутаций в разных положениях. Там 30, 31, 35. Ну, это я вам говорю о генетических нюансах. И вот эти мутации у вирусов закрепились по наследству. То есть, и даже если сейчас не используют ремантадин, но вирусы имеют к нему устойчивость. И пока не видно, когда эти вирусы потеряют устойчивость или резистентность к этим препаратам адамантанового ряда. То есть, действительно, сейчас нет абсолютно никакого смысла использовать ремантадин, и это абсолютно честно. Кто мог посоветовать, не представляю, но это неправильно и это бесполезно.